Утро страны! На телерадиоканале Страна.ФМ Доброе утро, дорогие друзья! Я настолько поражён тем количеством прекрасных гостей, которые у нас сегодня здесь на телерадиоканале Страна.ФМ в гости приходят, что даже микрофон забыл включить. Значит, внимание, внимание! Лиза Калинина и Никита Некрасов, это те люди, которые здесь константа находятся в студии, вот. Но гости к нам приходят замечательные, совершенно великолепные. И вы сейчас наблюдали на своих экранах и слушали в приёмниках. Половину дуэта. Половину дуэта, да. Это Арсениум, просим любить и жаловать. Привет всем, доброе утро! И прекрасная барышня, талантливая певица, которая вот как раз-таки теперь с Арсениумом в тандеме и выступает, и поёт, и песни делает. Это Мианна. Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И так понравилось слово «барышня». Барышня. Я прям себе поняла, что мне нужен ребрендинг образа. Ну что, как вы? Как вы к нам добрались? Как настроение? Ой, добрались классно. Я немножко, ну, перепутал дороги. Ну, вот добрались, и всё хорошо. Не, на самом деле, очень тяжело, конечно, просыпаться в такой раме, поэтому вам огромный-огромный респект. Не понимаю, реально, как вы это терпите. Пять просыпаетесь. Каждое утро. Каждое утро в пять, да. Хватит жаловаться. Хватит она. У нас всё прекрасно. Ну что же, у вас сейчас образовался дуэт такой прекрасный. Он не сейчас, он уже давно образовался. Уже год, расскажите нам, как давно. Уже почти год. Уже почти год. Вот давайте прямо с самого начала, потому что наши слушатели и зрители, может быть, и не знают многого. Ну, да, мы на самом деле готовили этот проект чуть дольше, да. Ну, больше года, наверное, полтора года, да. А вот месяцев восемь назад, перед летом, вот мы заявили о себе, начали писать песни, сняли клип, красивый, на песню «А вон другой мама». Так что вот так вот. А сейчас у нас ещё новые песни и очень много новых классных треков. Будет. Будет. Будем показывать. Мы об этом расскажем. Кто в курсе, тот знает, кто не в курсе, расскажем. Арсениум, мы уже знаем Арсениума давно. По знаменитой группе, ведь ты был участником группы «Азон». Да, было такое дело. Я думаю, люди теперь, девушки, помнят. 2000-е годы, 2003-й, 2005-й. Скоро будет дискотека 2000-х, и мы будем там петь. 2000-х. И твоего одногруппника, Дэна Балана, мы тоже видим. Да, он тоже у нас бывает, крутится, вертится. Да, очень часто. И теперь у вас как-то, ну, мы пошли в разные свои сольные пути. Ну да, да, да. Это уже 10 лет, как мы пошли в разные сольные. Ну, поддерживайте связь. Ну, долгое время мы не поддерживали после распадания группы. А вот потом, вот сейчас, в последний год, чуть-чуть разговариваем. Потому что, ну, бывали уже некоторые выступления вместе с «Азоном». Ну, так, чтобы вспомнить прошлое, там два выступления было в Румынии и в Молдавии. А так, если есть иногда какие-то мероприятия или концерты, где нас хотят пригласить, что-то важное, что-то масштабное, то мы можем подумать, согласиться ли или нет. Миана, что делала ты, пока пела группа «Азон»? Вот и расскажи о себе. Следила за творчеством наверняка. Если честно, я никогда не родилась, пока пела группа «Азон». Спасибо, спасибо, Миана. Все, меня старикор дизил. Как прекрасно, хочется сказать, поработал наш гример. Да, как хорошо. Гимер, это все гример делала. Я на самом деле, что, я родилась в Санкт-Петербурге. О, а ты моя землячка. О, респект. Питерцы, кстати, особенные люди. Однозначно подтверждают. Кстати, очень талантливые, всегда творческие. Да, да, да. Что, занималась музыкой прям с раннего детства. В музыкальную школу ходила. Родители были против, избегала с уроков. Да, против музыки. А еще, мне кажется, родители наоборот, как-то насильно. Ну, родители хотели, чтобы я занималась чем-то более стабильным. Никогда не понятно, что с этим будет с музыкой. Но я против всех бежала, занималась. Ну, вот, все не зря. С характером была изначально. С характером мужа была. С характером конкретным. Телец еще из Питера, вы что? Телец из Питера. Преград нет. А чему училась в музыкальной школе? Чему училась? По классу фортепиано. Фортепиано. Да, и в хоре пела, кстати, даже. Даже? Даже, даже. Нет, ну, обычно это все одним пакетом. Ты, когда приходишь в музыкальную школу, тебе, хочешь, не хочешь, иди пой в хоре, занимайся сольфеджио, ритмикой, музыка, литература и предмет. Просто так, как я сбегала и занималась тихоря, то я, как бы, у меня была договоренность с преподавателями, что я буду так выборочно ходить. Вот. Но потом, конечно, был большой перерыв, потому что пришлось поступать уже в университет, заниматься более серьезными вещами. Более серьезными вещами. Ну, жизнь все-таки свела меня снова с музыкой, значит, все, наверное, не зря. А как свела? Свела с музыкой, свела с Арсениумом. Расскажите, как свела? Нет, ну, мы познакомились, мы познакомились через... Ну, долгое время мы общались в соцсетях, пока я был в других странах. А потом я когда решил уже переехать... Все прям познакомились в соцсетях? Ну, да, познакомились там, да. Че себе, то есть это все работает, это все правда. Очень работает. Лиза! Есть шансы! Нет, несмотря как, что ищешь. Ну, нет, в соцсетях нормальных, на Фейсбуке. Да, понятно, естественно, других мы не имеем. Понятно, мы других не держим. Да, и вот познакомились, а потом еще как спели вместе, а потом еще как-то в караоке спели, я просто офигел, какое талантище. Пропадает рядом, из Питера, телец. Да, телец из Питера пропадает. Мне Арсениума просто больше всего поразило то, что я спела песню на румынском. Еще и на румынском поете. Ого, ничего себе! Да, у меня так случилось, что у меня был молодой человек из Румынии, я там какое-то время жила. То есть как-то все так сложилось. Девушка из Питера, которая жила в Румынии, знает румынский, поет со мной на румынском. С ума сойти! Все покорила. Вообще покорила, я сказал, что нам нужно что-то сделать вместе. И вот когда появилась эта песня, а он другой мама, она у меня в голове появилась сначала. А я понял, что это хитовые слова, а он другой мама, но я же не буду петь это. Ну, нет. И вот решили с Мианой создать дуэт сначала. А потом мы поняли, что нам нравится петь, и прям сочетается все. И решили... Нам нравится петь вместе, ты хотел. Петь вместе, да. Мы поняли, что нам нравится петь. И решили вот в этом тандеме идти дальше. Ну, кстати говоря, для наших слушателей и зрителей у меня важная информация. Во-первых, если вы хотите задать свои вопросы, заходите, пожалуйста, в группу Страна ФМ ВКонтакте. Там есть специальный пост, он закреплен сверху. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы. 8-909-9-2-8-1-8-9-9-9. Это номер WhatsApp и Viber. Ну и приоткроем немножечко тайну. Ребята сегодня продемонстрируют, каким образом они поют в дуэте. Живую. Да, у нас будет живое выступление здесь на телерадио. С удовольствием. Мне хочется, чтобы все помнили о том, что сейчас 10 утра. Кстати говоря, вот хорошее замечание. Цена наша намного ниже. Многие артисты говорят, что я не... Ну, это не здесь было, здесь все артисты замечательные. Приходя в эфир другой радиостанции, где я работал, говорят, я не буду утром петь. Утром мой голосовой аппарат еще спит. На самом деле это правда. Это правда, но нужно стараться, как бы. Хотя бы 50% из того, как ты пойдешь. Ну что, друзья, правда, задавайте свои вопросы. Я напомню, у нас в гостях сегодня Арсенио Мумиана. Мы не только знакомимся с творчеством, но и с ребятами. Рассказывают о себе так, потому что есть такой интересный бэкграунд. Я думаю, людям интересно всегда узнать об артисте побольше. Есть что уже рассказать? Мы еще больше интересных каверзных вопросов зададим уже очень скоро. Сейчас что у нас там по курсу? У нас дальше по курсу группа М-Бэнд. Помедленнее просим. Помедленнее. С песней помедленнее. Ну и мы с вами недолго... Недолго? Надолго не прощаемся. Это последний час работы уже. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Доброе утро, дорогие наши. В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. И у нас сегодня гости. Дуэт Арсенио Мумиана. Знакомимся с ребятами. И что интересно, совсем скоро они нам споют вживую. Поговорим о творчестве. Арсенио, вот скажи, пожалуйста, когда у вас был такой оглушительный успех в группе Озон? Ну правда же вообще... Не напоминаете снова, что 10 лет назад... Нет, 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 нет. 65 лет сейчас. Нет, просто гример заходил, ты стал еще красивее. После этого разговора услышал. Мы решили спросить еще раз. Как ты тогда себя ощущал? Ты же был просто рок-стар. Ну тогда что, думаете, у меня было времени думать, как я себя считаю? Нет, вообще не было времени. Мы просто спали в самолетах. Ну тяжко было, да? Сегодня Москва, завтра Токио и все такое. Мы даже в отелях не спали, мы в самолетах спали. Ощущал себя хорошо. Да? Комфорт. Несмотря на все. Несмотря на все. Все, именно в молодости, когда тебе 20 лет, и когда не хочется только сидеть в университете, что-то там учиться, хочется прям прогулять, попеть, знаешь. Но это, я думаю, нормально вот такое. Ну просто я вспоминаю, это же правда, везде ваши песни там... Прям везде, везде. Да, звучали. Да, во всем мире. Почему был такой успех? Вот на что ты... Потому что была классная песня. И мы были классные, и была какая-то химия, и было все вовремя. Ну вот, если бы сейчас это случилось, наверное, такая песня бы вышла. Я не знаю, если бы это пошло. Ну, все сложилось просто вот тогда. Нам и повезло. Ну и, конечно, мы очень... Ну, ману, ману, ману. Мы просто очень талантливые. Правильно. Это факт. Отлично. У меня вопрос к Миане. Вот если Арсениум такой тертый калач уже, вот прям все повидавший, ты именно в этой вот среде относительно недавно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вот в голове, допустим, вот после моего вопроса возникают самые интересные, каверзные, смешные случаи за тот период, который ты вот здесь, в этой тусовке, образно говоря. Что-нибудь вспоминается такое, что вау, ничего себе, вот это да. А вы про веселые или... Вообще про все, что... Если про смешные, она сейчас начнет про меня рассказывать. Ничего страшного. На самом деле, так как мы на гастроли ездим уже вдвоем и концерты случаются достаточно часто, на самом деле могу сказать, что с Арсениумом каждый выезд куда-то за пределы страны, это какие-то приключения. То он забывает паспорт, то у него не приходит багаж, то еще что-то. С багажом мне всю жизнь не везет, на самом деле. Мне с ним очень весело, мне на самом деле все дается очень легко, то есть я абсолютно чувствую, что я на своем месте, поэтому... Никакого дискомфорта. Я не воспринимаю, как какой-то там пафос или что-то, а, случилось в моей жизни, нет. У меня такое ощущение, как будто так должно было быть, и я делаю это просто по кайфу. Потому что ты создана для этого. А как вот реагируют люди? Вот есть такое, что, допустим, какие негативные отзывы получаете? Да, конечно, есть. Как на них реагируете? Задевает ли? Да, ну, во-первых, могу сказать, что, конечно, сейчас время хайпа и хейтерства, да, будем говорить модными словами, в интернете. Сейчас все очень крутые, да, за чужой аватаркой, там, наговорить гадости, но, честно, мне, как бы, я на это не реагирую вообще. И не реагировала раньше или задевала поначалу? Ну, где-то неприятно, неприятно просто, что люди такие, что они злые. Но это не так, это не прям так, как говорит Мяна, нету их так много. Это прям два-три, которые появляются, но они могут тебе испортить настроение, если бы хотелось. Потому что, так или иначе, шоу-бизнес сопряжен с этим, что мнения разные, люди разные, да, как на это реагируют, есть уже броня. Я бы был согласен, чтобы человек пришел и сказал тебе, вот, в лицо. В лицо, вот, я как раз хотел спросить, если перед вами вот этих всех трех или четырех вот этих хейтеров, выставить, выставить. Вы знаете, я боюсь, что на этом наш разговор с ними закончится. Не захочется ли их придушить тут же? Да, мы придушим их. Ну, в общем, уже не реагируем, да, Мяна? Тебе уже нормально. Молодец, молодец, вот так и надо. Ничего страдающего. Где вас в ближайшее время ждать, скажите, пожалуйста. Здесь ждите всегда. Здесь мы однозначно вас теперь будем всегда ждать, ваша новая работа. Поставим по четвергам, да? Да, да. Но у нас будут, есть некоторые выступы здесь, что у нас следующее? Ну, мы сейчас просто прям вот одну песню мы сейчас поем для вас новую. Будет еще одна новая песня у нас до Нового года. Да, и будут, конечно, промо, какие-то выступления, поэтому пока сказать не можем, потому что сейчас это все в процессе. Вот. А концерты, ну, пока вот в городах России, но тоже точно пока не... Ну, зарубежные есть там, в Румынии, туда-сюда. Сейчас в Китай нужно полететь. Но мы не знаем, если полетим, потому что летим туда, то теряем здесь все, а так уже намечаются какие-то там выступления, и хочется уже понять. Китайская публика благодарна? Я летал там полтора года назад. Да, на Новый... Меня приглашали там на очень важное мероприятие, которое показывали во весь Китай. Я там пел песенки, было очень круто. Публика очень крутая в Китае. Сразу говорю, можно там жить. Да? Можно жить кайфовать. Прямо на сцене. Прямо на сцене жить там. И получать удовольствие. Очень, очень, очень все круто. А где круче публика? Там или здесь? Или в Румынии? Смотря что ты поешь. Какие песни, кто ты? Да. Если ты крутой артист, то публика везде классная. Так что... Не, не имеет значения. Не, ну конечно, в Японии они самые вот такие, которые вот раскрепощенные и отдаются, и все. Для них это все вот в Японии, мне кажется. После Японии Китай, потом... И в России тоже вообще классная публика, на самом деле. Интересно, я даже не знал, что в Японии такие открытые ребята. Очень такие, очень открытые. Они любящие. Для них музыка это вообще... Да, да. Если ты там артист, и ты там стрельнул, то они все, они тебе прям, не знаю, носят на артист. Друзья, у нас в гостях сегодня Арсений и Миана. Мы совсем скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Страна.ФМ. Утро страны на телерадиоканале Страна.ФМ. Доброе утро, дорогие друзья. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Лиза Калинина, Никита Некрасова здесь в студии. А также у нас сегодня прекрасные гости. Великолепный дуэт Арсений и Миана. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Скажите, пожалуйста, вот нам жизнь, сама жизнь подсказывает вопросы. У нас грядет Новый год. Какие у вас планы на Новый год, на новогодние праздники? Как грядет? Знаю точно, что после Нового года сразу будет вылет в какую-нибудь теплую страну. Надеюсь, на месяц. Ох, ничего себе! Еще пока билеты не куплены. Билеты не куплены. Но мы никогда заранее не покупаем, потому что не знаем, как планы поменяются. Вот это хороший план у нас. А в новогоднюю ночь, на самом деле, как и все артисты, работа, работа, работа. Уже запланировано, да? И на самом деле, ну сейчас решается прям несколько выборов есть. И на самом деле это очень большой кайф, честно. Как бы нет такого, что, ой, хочется там как-то ответить по-другому. А как же вот этот Новый год, вот этот семейный праздник, тазик-оливье? А там тоже тазик-оливье? Просто бросите у организаторов райдеры сразу тазик-оливье. Меняешь немножко райдер, обычный райдер на оливье. Да, новогодний. Шампанское, оливье и... А что это, корпоративные мероприятия в основном? Не обязательно. Не обязательно. Сейчас есть несколько вариантов. Площадь, клуб, корпоративка, еще не знаем. Выбираете, в общем. Выбираем, думаем, где лучше. Может, поближе здесь, может, подальше. А как вы так не пугает, что билеты становятся очень дорогими, если вы так сразу покупаете его 2 января или 1? Или вы все-таки уже знаете, что завтра куплю, поеду в Таиланд? Это нас очень пугает, на самом деле. Но мы такие запуганные, все равно их покупаем, и мы летим. А куда летите? Жертвы, жертвы туризма. Не знаю, ты куда, Амьян, в этом году? Вот я не знаю. Я в том году была в Таиланде, мне очень понравилось. И, кстати, тоже... Тоже был в Таиланде. Да, но и ты меня спросил потом из-за себя, я из-за себя отвечаю. И, кстати, тоже думали, что билеты, билеты дорого, но повезло, улетели очень по хорошей цене, кстати говоря. Вот, и не знаю. Вот прямо на югарские праздники, да? Да, да, да. Не знаю, в этот раз, может быть, Бали, может быть, Сейшелы, не знаю. Может быть, Филиппиня. Ты возьмешь меня с собой? Я не знаю. Смотря как пойдут карпоративные. Смотря как пойдут себя вести. И смотря, что подаришь мне на Новый год, кстати. Договорились. Скажи, пожалуйста, Мьян, я вот как петербуржец, как ленинградец, я еще застал именно это название, и в паспорте оно написано. Я тоже, кстати, у меня тоже паспорт. Часто ли ты бываешь на нашей малой родине? В Питере. Да, в Санкт-Петербурге. Скажу честно, что в последнее время не очень, к сожалению, потому что... Не очень, это как? Ну... Как долго не было? Ну, нет, ну, раза 3-4 в год все равно летают. О, ну ты чаще, чем я бываешь? Ну, конечно, хочется чаще, потому что, на самом деле, единственное, что расстраивает, это погода, которая с каждым годом почему-то становится все хуже и хуже в Питере. Это просто отвыкаешь. Да, но, конечно, то, насколько там сейчас все становится красивее и красивее, с каждым годом центр, просто приезжаю и слезы на глазах, на самом деле. Поэтому, друзья, кто не был в Питере, обязательно к посещению просто, и вы поймете, поймете все вообще. Не были в Питере, нет? Нет, кстати, нет, не все. Ну что, серьезно? Не все смогли прочувствовать. Нужно тоже знать, по каким местам походить, в каких компаниях побывать. Только тогда прочувствуешь всю творческую натуру и станешь немножко таким же классным. Петербуржцем. Нет, такая реклама, что я публикую. Конечно. Я знаю, где Новый год. Новый год, а потом Январский. А ты говоришь, теплые страны, теплые страны. Петербург, билеты в Петербург. Холодные, дождливые, пасмурные, но теплые внутри. Арсений Мумианов в гостях у нас сегодня. В следующем выходе ребята уже вживую исполнят свою композицию «Приручай». Так что оставайтесь с нами. Сейчас небольшая пауза. А, и напомню, задавайте свои вопросы. 909-928-1-89-9 в WhatsApp Viber. И группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Комментарии, пожалуйста, к вашим услугам. Пишите. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Впереди живое выступление, напомню. Ну вот Ёлка говорит, впусти музыку, впусти музыку. И мы, конечно же, решили последовать этому предложению. Впускаем музыку в наш эфир не только в клипово-аудиальном виде, но и, естественно, в живом виде. Потому что в студии телерадиоканала возможно все. Ну и, конечно же, Арсений Мумианов у нас в гостях. Арсений Мумианов помогает реализовывать этот план. Ребята, ребята, вы как? На связи? На связи? На связи? Ребята, на связи. Арсений Мумианов уже готовы. Они уже настраиваются. Композиция «Приручай» в живом исполнении. Как она была написана? Кем? Она была написана хорошим автором из Украины. Его зовут Шаповалов. Фамилия? Артем. Артем Шаповалов. Он очень крутой чувак. Это авторство и музыка, и слова. Да, в этот раз мы решили вот песню взять. Первый раз, кстати, наверное. Первый раз берем песню у кого-то. А до этого сами, всегда сами. Ну, об этом мы еще поговорим. Ну что, давайте, друзья, уже послушаем музыку. Арсений Мумианна «Приручай». Приручай меня к рукам, приручай меня. Приручай меня к губам, пригубив меня. С ума свела эта любовь твоим глазам. Ты мой храм, я твой храм. Приручай меня к рукам. Приучай меня к ладоням, приучай меня к запястьям. Приучай меня все помнить, приучай сдаваться страстям. Приучай скучать до дрожи, приучай, что мы похожи. Приучай к себе и на века, приучай меня к рукам. Приручай меня к рукам, приучай меня. Приучай меня к губам, пригубив винах. С ума, стрела, это любовь к твоим глазам Ты мой храм, я твой храм, приучай меня к рукам Приучай Приучай, что будешь рядом, приучай ходить по краю И любовь по венам я дам, с дымом от тебя вдыхаю Приучай общаться молча, в тишине кричать по-волчи Приучай ведь все, что нужно нам, приучай себя к рукам Приучай меня к рукам, приучай меня Приучай меня к губам, приглуби вина С ума, стрела, это любовь к твоим глазам Ты мой храм, я твой храм, приучай меня к рукам Прямо такая утренняя песня А третьего припева просто нет Здорово, здорово, класс, спасибо, аплодисменты Спасибо, 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 друзья И действительно, Миан права, или я даже не заметил, я уплыл весь музыкой Кто сказал, что утренняя, Арсению сказал, что утренняя песня Да, утренняя песня Действительно, утренняя песня очень добрая Приручай себя вставать Приручай себя вставать в пять утра Просыпаться, да, в пять утра Ну и, кстати говоря, это не единственная песня в исполнении ребят, которая прозвучит в эфире телерадиоканала Страна.ФМ Сейчас вживую была песня «Приручай», а далее у нас по курсу «Арсению и Миана» как раз песня, с которой начиналась история этого дуэта, друзья А он другой мама Объясняем, мы родителям Смотрим и слушаем Доброе утро еще раз, дорогие друзья Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии, а также Арсению и Миана наши гости Сегодня услышали композицию «А он другой мама» Миана, часто так приходится говорить, он другой мама, оправдывает своих ухажеров К сожалению, нет на самом деле А что это к сожалению? Это большая редкость, как-то не везет мне с мужчинами в жизни Нет? Да? Чего так? Не знаю Наверное, выбираю, не те Ты к Арсениюу это присмотришь Те, кто нас не смотрят, а только слушают, Арсению сейчас просто такой взгляд на Миану бросил, что... Просто она мне не рассказывает часто вот о своей личной жизни, поэтому... Он мне тоже, поэтому один-один Что, все же думали, что вы пара, наверное А вы так раз и разрушили На самом деле, да, можно сделать сенсационное заявление Камин-аут Да, очень многие думают На самом деле, нет Мы просто очень близко дружим Действительно, кайфуем Гуляем Не только вдвоем в больших компаниях Но в клипе было непонятно Но личная жизнь у каждого своя Ну, это же клип Это же клип Эх, эх Мы передаем какие-то эмоции Передаем какое-то... А он другой мама Что хочется сказать? Все я определила А он другой мама Конечно, может, она думает, что я другой, что хороший парень Что... Но не мой Но не мой Что хочется сказать после этого заявления сенсационного Дорогие дамы Соцсети Подождите, а с этим свободно Мужчины Нет, я... У нас история про соцсети была Про счастливое воссоединение этого дуэта Мы не поняли Мы думали, вы бы знакомились И вас там... И вот... Шура-муры Что ты, Лиза? А вы... Надо поддерживать Не, ну пофлиртовать, как бы... Мы себе не отказываем Флиртовать, это так классно Это приятно И это... Пора в соцсети знакомиться с Арсением и Сумианой Вот так вот Не, ну ты приручай Ты приручай Я подумаю Я же говорю, посмотрим, что подарит мне на Новый год Там, может быть, я пересмотрю свои поведения Очень зависит, да, от этого Очень зависит А, то есть... Какая позиция? Арсения, он все это подкатывает, подкатывает Арсений должен подкатывать Амиана нет Ой, было бы время У нас... Вот у нас в голове только сейчас карьера, наверное И все такое Когда было бы время на личное... Давайте вернемся к творчеству Скажи, пожалуйста Вот предыдущая песня, которую вы пели вживую Она авторства украинского поэт-песника Эта песня вот кем была написана? Им, он другой, мама А он, другая мама Была написана мной Ну, вообще идея в целости мной А вот со словами мне помогли ребята Ну, их много там Ну, я сделал как бы 80%, но коллективно они мне помогали Да, просто дело в том, что родной язык Арсенийума Это румынский Поэтому ему, на самом деле, достаточно тяжело Говорить по-русски И писать слова, тем более он не может Я могу это сделать, но если... Чтобы донести, что я хотел о чем петь Как ты так хорошо по-русски-то говоришь? А это не хорошо, на самом деле Нет, все равно очень-очень-очень хорошо Очень-очень плохо, на самом деле Я много раз пытаюсь мне Ане что-то сказать Чтобы она меня поняла Она смотрит на меня как на дебила Видишь, как ты хорошо изъяснился? Мы тебя прекрасно поняли Вы все поняли Ну, в общем, молодец ты, хочу сказать Спасибо, спасибо большое Вообще говоришь как просто Дальше планы по песням Тоже твоего авторства Или же кого-то еще привлекать Есть, есть много песен моего авторства Но я, когда вижу классную песню На самом деле, Мяна тоже, когда видит классную песню Мы просто говорим, что вот эта песня должна быть наша И просто покупаем ее Покупаем прямо сейчас Вот как было с приручанием А лучше по-другому Берем за грудки автора и говорим Эта песня должна быть наша И он отдает Да-да-да Да-да-да, так и делаем Иначе будет плохо Ну что, ребят, спасибо вам огромное Рады были познакомиться Вам спасибо Мы тоже очень рады были Спасибо большое Мы очень были счастливы спеть в 10 утра вживую А когда-нибудь приходилось еще до того? В 10 утра Приходилось Мне чаще всего приходилось Мне тоже как-то приходилось Но каждый раз это особое удовольствие Вне эфира нам ребят сказали, что в 5 утра-то вообще только ложаться спать Ну да-да-да И что, и сегодня накануне тоже? Да Еще вечером мероприятие было вчера И во сколько же вы проснулись? В 9? Нет, какой в 9? А, раньше Я в 7 проснулся А, то за часа сегодня? Ну как в часок 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 То есть у вас длинные сутки еще со среды идут Ну, я думаю, что сейчас после эфира, наверное, сразу поспать 2-3 часика Кому поспать У нас здесь есть хорошие пуфики Где? Вот здесь А нам не сказали вообще никто А все Вот-вот Служили себе Или Никита предлагает Сейчас прям сразу на пуфики Тогда остаемся здесь у вас, ребята, извините Но все ближайшие эфиры вы будете проводить с нами Хорошо Скажите А вообще в этом графике Вот находите время для себя? Для спорта? Для каких-то упражнений? Хочу сказать вам честно Что вот Миана находит очень много времени для спорта Да, все Я взялась за правильное питание Я взялась за спорт 3 раза в неделю Стабильно Стабильно С тренером? Да С тренером еще с каким? Да С каким? С очень хорошим тренером Тренершу Вот Заставила себя, поэтому думаю, что все будет хорошо Да А у меня нет Арсений Ульнивиц Арсений Ульнивиц сейчас в спорт Не знаю, последние месяцы как бы не хочется С этой погодой Мне кажется, в силу того, что Арсений, он красавец С умеет Еще мой возраст Вы сегодня напомнили про мой возраст Это Миана Мне кажется, что если уж в таком-то в твоем возрасте все хорошо То и зачем он нужен, этот спорт? Правильно 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 Ну что, ребят, спасибо вам огромное Да, вот сейчас и уже 20 секунд нас остается Что-нибудь нашим слушателям и зрителям от вас Пожелайте, что день классно прошел Да Спасибо, ребят И смотрите, пожалуйста, наши клипы на радио-телеканале Страна.ФМ И слушайте наши песни Радио-телеканалы Только наши, только наши, никого больше Все отлично У меня, ребят, спасибо большое за ваше видео Обнимаем Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ